Второй тур первенства Владимирской области, Амерест, Туфилок Мизиновский. Добрыня 2-2, боевая ничья, очень много моментов незабитых, жестких стыков, очень нервные. Вань, как тебе с твоей тренерской позиции? Много седых волос прибавится? Походу, да. Я не знаю, как это еще удерживают. Когда играл, я вообще просто не нервничал, так спокойно выходил, у меня был мандраж только перед игрой. Здесь у меня перед каждой игрой, я с утра когда просыпаюсь, и все, у меня начинается мандраж. То есть я нервничаю, и я понимаю, что работа тренера, это именно, если ты играешь в футбол, ты играешь за команду, а тут тебе надо двигать игроками, доносить до них свои мысли, но это очень тяжело. Вот, игра нервная, на самом деле. Если смотреть по счету, да, 2-0 горели, потом 2-2 сравняли. Если брать первый тайм, они заслуженно побеждали, да, 2-1. Ну, как бы игра была плюс-минус равная, по моментам одинаковые, да, у них там пенальти, и ошибка там наша на стандарте была. Опять же, стандарт, стандарт, да, то есть пенальти и подача со штрафного. Во втором тайме полностью переиграли их, я считаю. Замены, те, которые вышли, освежили, должны были выигрывать, как минимум выигрывать, я считаю. Но, опять же, я даже команде сказал, что это, скорее всего, наверное, с учетом тех проблем, которые у нас, они были, это, скорее всего, приобретенное очко, потому что проблем было очень много. Если ты заметил, у нас не играл Калашников, у нас не поехал сюда, то есть по работе у нас не может Кошкин, потому что в дубле игра у меня в эту ночь заболел Никита Стригин, то есть подцепил какую-то инфекцию, его тошнило. У меня наш господин Смирнов очень хорошо погулял накануне, пришлось его оставлять на замене в рамках воспитательных моментов, так сказать, в команде мы с ним еще раз, я думаю, переговорим, чтобы такого больше не было, потому что он подвел не только команду, да, то есть мы весь там тренерский штаб, и я думаю, играя, он бы мог принести нам даже в первом тайме намного больше. Первым, еще минус какой, мы удивились от поля, да, мы ни разу здесь не были, я когда разговаривал с представителем перед игрой, я спрашивал, что с полем, потому что, ну, поле это один из ключевых факторов, да, чтобы я примерно писал план на игру, и что мы вообще будем делать, по какой схеме играть. Мне сказали, что поле идеальное, я говорю, ну, раз идеальное, все, мне говорят, что мы в том, в гусе играли до этого, весь тот год, это поле восстанавливает, говорю, ну, все, значит, поле восстанавливает, будет хорошее. Я написал тактику, все, план на игру, и тут внезапно мы приезжаем и понимаем, что можно всю мою тетрадь выкинуть, которую я исписал, листов 5, потому что здесь просто смерть. Я думал, что мы от третьей лиги избавились, слава богу, перешли во вторую, там более-менее нормальные поля, а нет. И пришлось на ходу переигрывать тактику, переигрывать схему, менять игроков даже некоторых, то есть и вышли так, и опять же, ну, это все сказалось, и первый тайм сами на себя немножко не похожи были, привыкали, во-первых, к полю, привыкали к игре, не то, что мы наигрывали на тренировках, но хорошо, что нам гол Андрюха Рябова дал надежду, вот это вот в концовочке, то есть потому что при 2-0 было все печально, опять же, равная игра, равная игра, раз штрафной, 1-0 поехали, раз пенальти, вопросов нет, там по судейству был пенальти, да, 2-0 едем, и вот хорошо Андрюха в концовочке гол в раздевалку забил, во втором полностью владели инициативой, должны были дожимать, чуть-чуть не повезло, да, у нас там два момента пустые, мы не попадали просто, ну, не повезло сегодня, иначе где-то недоработали на тренировках, где-то недонастроились, как бы соперник, молодцы, стараются, бьются, как бы все. Скрят на стыд, в завреждениях и титана, я был, я, ну, очень испугался, потому что я знал, у Андрюхи была эта травма, еще на сборах, у него там проблема с коленом, и я видел, что он оступился, как он закричал, я сразу все понял, у меня Скворец сразу начал переодеваться, хорошо, что я думаю, что он говорит, был, была травма, вот колено, да, то есть какой-то был неприятный момент, он решил чуть-чуть поберечься, говорит, потому что доиграть был вряд ли смог, лучше, ну, как бы Скворцов хорошо его заменил, вышел, Рома молодец, достойно его заменил, вопросов не было, во втором тайме, они, в принципе, там весь к воротам подходили, там опасного такого ничего не было. То есть Скворцов, его сценарий? Только, слава богу, посмотрим, как он скажет, да, но по ощущениям его, он сказал, что пока, ну, более-менее нормально, он бы смог доиграть, но лучше поберечься сейчас, на самом деле, конечно, вторая игра, что-то-то. В финальной игре получили три желтых карточки, практически все защитники сегодня, я, честно говоря, не заметил, удалось бы избежать карточек, была ли установка именно, избегать. Такого не было, нет установки, как бы, да, как я могу дать им сказать, ребят, давайте без желтых карточек, они, в отбор тогда нельзя идти, то есть это стыки, это игровые моменты, и желтый карточек можно получить вон за любой, я не знаю, судья что-то сказал или еще что-то, поэтому это игровые моменты, по-моему, с карточек не было, но игра была такая, от ножа, много стыков, много единоборств, ну, в принципе, команда соперника это все предлагала, мы не могли от этого уйти, был поле нормальный, я думаю, мы бы от этого уходили, а тут горбыли, команда бьется, и приходилось под их игру хоть как-то подстраиваться, именно вот сзади в раскат у нас не получилось сыграть, потому что не дает нам поле это все, поэтому мы выдвигались вперед, там уже контролировали мяч, искали зону. По сути, мы сыграли две игры, это уже пятая часть сезона, вот, если какие-то, ну, так сказать, давит ли результат, что нужно давать результат в каждой игре, да, так по покупкам и сфиналям. Я понял, о чем ты говоришь, я им тогда сказал, что, ребят, у нас девять, ну, десять, да, десять финалов, десять финалов у нас, поэтому мы бьемся в каждой игре, и здесь больше даже уже, наверное, идет игра на результат иногда, поэтому приходилось мне здесь перестраиваться, и вот именно исходя от поля, то есть, да, результат он важен, согласен, как бы, но и лицо команды не должно теряться, я, я, как сказать, не расстроился бы, если бы мы сегодня даже проиграли, потому что мы пытались хотя бы хоть как-то играть в футбол на этих горбалях, поэтому никогда не буду доволен тем, что мы выиграли с плохой игрой, но проиграть с хорошей игрой не стыдно, на самом деле. Еще такой вопрос. Мы в предсезонке побывали в достаточно больших, скажем так, городах, да, поиграли и во Владимире, уже проиграли, и Переславли, и в Орехово, Зоево, как тебе вообще Мизиновка после таких больших городов, и как вообще атмосфера, болельщики, в которых было много? Слушай, ну, если бы мы не прошли третью лигу, если бы мы не прошли третью лигу, я бы этому был очень сильно удивлен, то есть, но сейчас, как бы, да я к этому готов, мы в Анопино приезжали, мы приезжали, в Андреево, все примерно плюс-минус то же самое, но, конечно, во второй лиге хотелось бы, конечно, немножко по... как сказать, не цивильней, да, ну, побольше удобств, конечно, вагончики, это все прекрасно, спасибо, что хотя бы они есть, да, то есть, потому что мы иногда в Анопино и на улице раздевались, переодевались. Не очень хорошо, как бы, мы привыкли к другому, но такие условия, такой регламент, мы же не можем притисать, мы отказываемся из-за того, что у нас плохая раздевалка или плохое поле, как бы. Как мне правильно сказал один из заработников студента или тренер, я говорю, это вы это поле восстанавливали, да? Он такой, ну, а что, плохое? Я говорю, ну, по-моему, да. Он такой, ну, не хотите, не играйте. Ну, в принципе, я думаю, так нам бы и сказали, Вов, если бы мы позвонили, ну, как бы и мысли не было, мы знаем, что мы будем играть при любой погоде, при любом поле, хоть если там только метеорит туда, наверное, не упадет. Андрей Рям, две игры, три гола. Стал ли он игроком основы? Сегодня, честно, планировал его выйти освежить. Потом, с моментом того, что у меня Стригин отвалился, мне пришлось быстро дома все переделывать, переставлять, переставил. Потом у меня приходит Смирнов шатающийся, и я понимаю, что мне опять приходится все переставлять. Потом я приезжаю сюда и вижу это поле, и я понимаю, что трижды я в печали уже, и вот в конце Андрюха Рябов, да, он у меня вышел к раннего напада. Андрюха Рябов молодец, где-то ему чуть-чуть еще не хватает физики, хотя он говорит, что он в порядке. Ну, конечно, как бы у него рывковая работа, да, то есть, но он молодец, забил три гола в двух играх, отлично. Я хочу, чтобы у нас и другие форварды забивали. У них есть моменты, они будут это все дело забивать, но пришло. Рябов везет, то есть, ну, не то, что везет, то есть, он забивает хорошо, он знает, как это делать, поэтому молодец, то, что тащит команду. Там он нам сейчас одно очко принес, сейчас три очка принес в матче с Киржачом, то есть, в прошлом. Ну, команда вся работает, вся работает, грубо говоря, на него, поэтому, то есть, и Чваньков ему передачу дал, и Кузьмичев тот же головой выиграл, то есть, забил Паша Зиновьев, вынос сделал отсюда. То есть, это работа всей команды, он молодец, он тащит команду, вся команда работает сейчас на него. Ну, грубо говоря, если мы по статистике смотрим, но так я доволен всеми нападающими. Поцелуев Горунов, Кузьмичев, Рябов, Калашникова сегодня не было просто, да, то есть, ну, поэтому у Андрюхи я еще позицию нашел, он инсайдом неплохо играет, поэтому будем стараться его наигрывать во всех позициях, но интереснее нам впереди, так как он забивает голубь. Нет худа без добра и добра без худа, да, давай еще скажем что-нибудь нашим болельщикам после того, что нам приходится играть без зрителей, да, где-то они все равно просачиваются, где-то не просачиваются, официально без зрителей. Я хочу сказать, что нам очень много родителей спрашивают детей, как бы, когда мы играем и что, то есть мы говорим, что нельзя сейчас приходить на стадион, а у нас достаточно много людей у Владимира просто за нас болеют, которые интересуются футболом, у нас есть школы, да, которые родители тоже болеют за нас, все пишут, там, на тренировках поздравляют, когда мы там выиграли с Киржачевым, еще что-то, то есть, ну, родители в курсе, они смотрят, ну, раз такое распоряжение, как бы, мы не можем его нарушить, да, тяжело без футбола, то есть, они хотят прийти посмотреть, но сейчас такое время, то есть, и чемпионат сжатый, и без болельщиков, поэтому мы, нам остается крепиться, надеяться и верить, что все будет в следующем сезоне нормально. Я думаю, в этом сезоне уже болельщиков не пустят. Большой привет передаю нашим болельщикам, тем, кто за нами следит, да, тем, кто пишет, там, следит за нами в интернете. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете, мы стараемся добывать победу для вас, и стараемся показывать красивую игру, болеете за нас, мы будем чаще радовать вас. Все, Вань, спасибо за добытым очком. Субтитры подогнал «Симон»!